Ага! Видно, но, видимо, не всем. Здорово, рептилоиды! Вот скажите мне, как называется дурак, который делает обзоры на секты? Сектовед или сектоид? Или, возможно, сектовод? Сектоводовед? Нет, неправильно, он называется либрариум. И сегодня я расскажу вам о еще одной очень распространенной секте. Секте для самых элитных. Да, если выбираете, куда вступить, то вот вам замечательный вариант. Тут все по канону. Есть свои боги, свои святые, свои обряды, свои священные тексты, а главное, непоколебимая вера в свою правоту и элитарность. Слово «элита» будет в этом ролике мелькать бесконечное число раз, потому что это лейтмотив всей идеи. Посчитайте, сколько раз оно используется в этом ролике, и получите приз «Большое Ничего». Это, как вы поняли из названия, Секта Сони Боев. Или Секта Свидетелей Сони. Секта, существование которой я до недавнего времени отрицал. По глупости. Дурак был. Не то чтобы я очень наивен, просто пользуясь полученным жизненным опытом, я делю все сказанное на два. Если мне заявляют, что какая-то группа лиц упорота, я не верю этому на слово. Мало ли, вдруг они сталкивались лишь с отбитыми, а сама по себе эта группа вполне вменяема. Это вообще довольно частое явление. В общем, я не внемлю предупреждением и не верил в существование такой прослойки, пока не столкнулся с ней сам. Но об этом чуть позже. И да, я все понимаю. Да. Я понимаю, как у многих из вас сейчас горит жопа. Я буквально ощущаю этот жар по температуре, сравнимой с пламенем Балрога. Я осознаю, что сейчас буду пинать священную корову. Даже одно упоминание того, что я собираюсь делать ролик про Сони Боев, вызвало незначительный, но вполне ощутимый взрыв негодования. Тут же посыпались язвительные вопросы, мол, а не хочу ли я снять про портах пекари, да? Мол, они ж тоже есть и тоже отбиты. Нет, не хочу. И вот почему. Я веду канал преимущественно об играх уже 4 года, и логично предположить, что таких ПКшников, учитывая, что их статистически подавляюще больше, я должен был повидать немало. Однако за все эти годы я лишь пару десятков раз видел, как люди, помимо высказывания своего веского, как пудовой гири мнения, выделяли себя в элитную касту печников, мол, мы, во какие, не то что эти соснольщики, да? И это на несколько сотен роликов. То есть не возникло никакой рокировки элитных позиций в целом. Даже когда ругаешь или недостаточно хвалишь какой-нибудь очередной безоговорочный на поверку шедевр, люди готовы тебя порой с грязью смешать. Но они никогда не давят на принадлежность этого шедевра к лагерю бога машины великого незабвенного ПК. А меня к противоборствующему лагерю консорщиков-холопов тоже не приписывают. Им обычно хватает сказать, что я просто криворукий и лью воду. Да, это тоже целая культура на ютубе, а не как-нибудь в другой раз. Для того же, чтобы активировалась целая орава кричащих о своей элитности консольщиков и напротив об ищербности ПК-бояр, хватило просто не согласиться с тем, что какой-нибудь очередной проходняк с высоким потенциалом вроде Horizon Zero Dawn небезоговорочный шедевр и, о боже мой, имеет целую визанку критических минусов. Но при том все равно интересен и рекомендуем к ознакомлению. Все. Этого достаточно, чтобы на тебя вылились тонны негодования. Мягко говоря. Ну, а мои личные истории знакомства с этим культом в другой раз. Точнее, чуть попозже. Я к тому веду, что культ упоротых ПК-шников существует в ничтожно малом количестве. Да и вообще, есть основания полагать, что если такие сообщества агрессивно настроены в двигателе идеи превосходства и существуют, то они скорее организовались в противовес культу Sony-боев. Потому как у них зачастую позиция такова, вот у этих вот ПК-шников, да, доказать, что комп не хуже консоли. И позиция эта проигрышная. Вместо того, чтобы утверждать, к примеру, что комп лучше консоли, они находятся в обороняющейся позиции, отбивая глупые нападки про то, как 720p в 2015 году это как бы норма, и никому больше просто нафиг на самом деле не надо. Вот в чем правда-то, ребятки. Похожая ситуация, кстати, у яблочников и ведроводов. Последние также селятся доказать, что Android не лучше, а именно не хуже iOS. То есть при всем желании тут не углядишь позицию превосходства, даже при его фактическом наличии. Потому что никто не любит, когда их образ жизни смешивают с говном. Я думаю, достаточно внятно описал идею бессмысленности рассмотрения всяких культов упоротых пкшников. Потому что нет такого культа. Попробуйте поругать любую пк-игру, не акцентируя внимание на том, что она именно пкарская, то есть не давя на антагонизм двух лагерей, всем будет пофиг. Во всяком случае, никто не упомянет этот самый антагонизм, никто о нем даже не вспомнит. Кроме разве что парочки упоротых, но такие есть всегда и везде. А теперь попробуй хотя бы просто не похвалить консольный эксклюзив, не говоря уже о том, чтобы поругать. Да что уж там, пройдите прямо сейчас в комментарии и насладитесь тем, как рвутся, извините, жопы. И не забудьте зонтик. Но очень важно сказать следующее, Sony Boy, о которых пойдет речь, это не консольщики в целом. К огромному счастью, это не так. И нужно быть бараном или обиженкой по жизни, чтобы любое упоминание Sony Boy сводить к тому, что я ненавижу консоли и их пользователей, учитывая, что я сам консольщик в том числе. Консольщики – это те, кто предпочли играть именно на консолях или смешанно с ПК. Sony Boy – это обожествляющая продукцию Sony индивиды, мнящие себя высшим светом. Позже я еще коснусь этой темы, но, как вы понимаете, особо упоротых муцер эта градация все равно не устроит. Начать, пожалуй, а, да, все это было лишь вступление, а вы как думали? Так вот, начать хочу с описания того, как все начиналось. Вот такая вот тавтология. Я не буду рассматривать доскональную историю установления консоли с приведением статистики и песнопениями о вкладе их в культурное развитие, чем дам еще один замечательный повод сказать, что ролик снимал дебил, который ни в чем не разбирается, а просто гонит на ни в чем не повинных. Просто общих чертах. Ну так вот, началось все с того, что компания Sony выпустила свою первую приставку PlayStation. Не в смысле, что она была первая, в смысле, что первое поколение. Скажу честно, я не знаю, что было в те времена, так как я столько просто не живу, однако я в курсе, что как минимум в России в те времена была распространена другая приставка Sega Mega Drive, в которой все и гоняли. Она была дешевле Sony, а потому доступнее. Впрочем, для тех, кто не мог себе позволить купить Соньку, были вполне доступны игровые салоны разной степени упортости, где за почасовую плату можно было наиграться в сласть, просадив все накопленные карманные деньги. О да, спустя годы Sony заменили компудактор с белоснежно-желтым пластмассовым покрытием, а затем резко наступили 2010-е годы, когда компьютер есть 80% домов, а смартфон есть чуть ли не у каждого бомжа. Так что, как видите, обладать в те времена личной приставкой, это все равно, что обладать святым Граалем, ты был просто царь на районе. Царь, которого задолбают напрашиваться, поиграть целые толпы друзей. Да, жизнь твоя могла быть тяжкая от наплыва плебеев, но, что ни говори, ты все-таки был царем. И, наверное, это первый и последний раз, когда обладание такой консолью действительно делало тебя элитой. Тут, правда, нарушена причинно-следственная связь, но у детей это бывает, им это не в упрек. Не ты элита, потому что можешь купить консоль, а наоборот, достаток твоего дома может позволить себе купить консоль, поэтому ты элита. Но тогда у людей в нашей стране, а давайте я сразу скажу, что буду сегодня рассматривать именно нашу страну преимущественно, так вот, достаток у нас у всех в святые 90-е был сильно ниже, чем сейчас. Это сегодня под управлением злобного карлика, тирана и бункерного деда у подавляющих большинства россиян есть и квартира, и машины, у некоторых по две-три на семью, и смартфоны, у некоторых каждый год новые, от иномарок не протолкнуться на дорогах, салоны связи набиты телефонами, в кредит, ни в кредит, неважно, эти кредиты кем-то же берутся и чем-то же выплачиваются, если бы не выплачивались, их бы просто не выдавали, и кредит на очередной модный айфон вряд ли можно назвать жизненной необходимостью, до чего страну довели прям слезы на глазах. Да, ребят, я не мог в очередной раз обойти это вниманием, раз уж речь зашла, как некоторые говорят, мол, вот не может он не затронуть эту тему, да, не могу, вы правы, потому что заебало, извините, это вот нытье, нет, не достало, а именно заебало, но вернусь к основной мысли, при таком достатке консоль, казалось бы, перестает быть признаком элитарности, согласитесь, о какой элитарности и по принципу достатка может идти речь, если популярные телефоны-флагманы стоят дороже, а более слабые их модели вполне могут служить игровой платформой, а я напомню, в России игровая индустрия никуда не исчезла, как это ни странно, она просто поняла, что можно рубить огромные бабки на мобильных играх, и именно этим она сейчас и занимается, просто посмотрите на показатели, никакие PlayStation и компьютеры рядом не лежали, ну точнее, лежали, конечно, но именно что рядом, однако, несмотря ни на что, PlayStation сохранила свою элитарность, при том, самое интересное, только она одна, сменилась лишь форма подачи, аргументация, все же, помимо PlayStation, были и другие интересные консоли, да и сейчас они, разумеется, есть, есть PSP от тех же Sony, есть Switch от Nintendo, есть Xbox от Microsoft, есть еще и другие менее желанные обществом, но в принципе этого достаточно, рынок, как видите, не простаивает, не наблюдается и монополий по той же причине, а поэтому консоли развиваются, ну, хоть как-то, вообще, с развитием технологий разница между консолью и персональным компьютером становилась все заметнее, при том, разница именно концептуальная, так как по сути, что то компьютер, что это компьютер, и оба этих компьютера такие, что же отдал их микросхему, это можно вырезать, ПК изначально создавался как рабочая станция, и как только он перестал быть громадным залом с вычислительными блоками величиной со шкаф, он действительно стал применяться именно в работе, но, разумеется, для игры его тоже начали использовать, то было зарождение игровой индустрии, капитан-квадратик, генерал-треугольник, никаких тебе RTX-360-титан, представляете? Индустрия развлечений как явления существовала столько, сколько существует человек, и с переходом игры-индустрии она, разумеется, подхватила это вение, зачем маленькому мальчику огромная махина с перфокартами, клавиатурой в полстола, зачем ему многозадачность и гибкость системы, если он всем этим не будет пользоваться, мы же до сих пор не знаем обо всех функциях Windows, да что ж там Билл Гейтс не знает обо всех функциях Windows, потому что они нафиг не нужны, поэтому давайте отрежем от компьютера все лишнее, упакуем покомпактнее и оставим только возможность запускать игры, так и появились консоли. Безусловно, в них как был тогда, так и есть сейчас откровенно заметный плюс, даже в наше время далеко не все используют компьютер как игровую платформу, а из тех, кто использует, не все имеют подходящее железо, чтобы игра шла стабильно, а на консолях все стабильно, ни бага, ни лага, да и гораздо приятнее сидеть с геймпадом на диване перед большим телевизором, нежели пялиться в монитор с близкого расстояния, верно ведь? Тем более, что сейчас очень много эксклюзивных игр для консолей, правда? Да, это классические аргументы консольщиков, и некоторые из них действительно, некоторые нет, и вот на этом уже стоит остановиться подробнее. Консоли в каком-то смысле прямые конкуренты ПК, именно по своей концепции. Раньше было так, сейчас это уже не актуально, но в прежние времена производители консолей вовсю старались подчеркнуть принципиальную разницу между ПК и их детищем. Я говорю производители консолей, не деля их на виды, потому что в те времена это было еще не важно. Вы же помните, что я подводил все к элитарности консоли? На чем же она основывалась? На правильных маркетинговых ходах. Понимаете, ведь среди любого сообщества найдется кучка избранных, которые захотят обособить себя по какому-нибудь признаку и возвыситься над остальным плебсом, стать той самой элитой. Так какие же признаки элитарности у консоли? О, их несколько. Я очень долго собирал различную информацию, боясь упустить хотя бы один аргумент, но все равно все данные из всех источников сводились к одному и тому же. Пункт первый. Удобство использования. Ты включил консоль, установил игру с диска или сервиса, запустил и играешь. Ты можешь расположиться на удобном диване перед большим телевизором с беспроводным геймпадом и наслаждаться игрой. Тебе не придется устанавливать драйверы, кодеки, все это уже предустановлено заранее. Ты также можешь серфить интернет, например, YouTube или Netflix. Это удобно. Пункт второй. Качество и эксклюзивность игр. Не секрет, что у Sony очень высокий порог качества, поэтому только самые качественные игры проходят сенс и выходят в свет. И что не игра, а то шедевр. 10 из 10, 12 из 10, всем миром пропоем виват и попросим добавки из 10. Игр такого качества никогда не выходило и не выйдет на компудакторах, потому что это эксклюзивы для консола бояр. И качество этих игр идеально даже в техническом плане. Забудьте про лаги, забудьте про тормоза, игры на консолях не лагают и просадок там нет как вида. А самое главное, не нужно заботиться о системных требованиях. Ты купил игру, и ты точно знаешь, что эта игра у тебя пойдет в максимальном качестве. Это ли несчастье? Пункт третий. Доступность. Купить консоль, даже самую современную, может каждый. В том смысле, что купить или собрать компьютер, который тянул бы то же самое, стоит куда дороже. А тут просто заплатил и радуешься. Вот, например, самая современная консоль PlayStation 5 404 Edition стоит всего 47 тысяч рублей. Упс, подорожало, да. Это забавно, на рынке так и не появилось, а уже подорожало. И любой дурбецел может себе ее позволить так или иначе. Речь, конечно же, о версии с дисководом, потому что консольщики гораздо честнее ПК-холопов и никогда игры не пиратят. Зато у них отлично развит обмен и перепродажа дисков в так называемый вторичный рынок. Пункт четвертый. Из предыдущего пункта логически выходит, что обладание столь дорогой консолью делает тебя элитой, так как ты можешь позволить себе ее купить. Если вдруг вы видите здесь противоречие, тем хуже для вас, нищеброды. У вас просто нет денег на нормальную консоль. Вот вы и завидуете. Пункт пятый. Тем временем. Игра с друзьями. На консолях это проще делать, а значит, консологейминг объединяет. Не то, что замшелая, провонявшая пекаря-одиночки. Правда? Пункт шестой. Багический контроллер, он же геймпад. От небожителей нам, смертным. Прям вот из рук в руки. На нем гораздо удобнее играть. На нем гораздо удобнее играть точка. Пункт седьмой. Вы когда-нибудь слышали, чтобы база данных консолей взламывали? Чтобы утекали номера карт, кошельков, личные данные? У консолей самая лучшая защита ваших конфиденциальных данных. Не то, что пекарей. Пункт восьмой. Читеры. О них трудно что-то говорить, так как их почти нет на консолях. А что вместо них есть? А есть замечательная подписка. И это следующий пункт. За символическую плату по цене одной полноценной игры тебе ежемесячно будут бесплатно давать игры. Кроме того, в PS Store постоянно можно найти громадные скидки. Это же прекрасно. Пункт девятый. Отдельным пунктом необходимо еще раз сказать про графику. Посмотрите на Order 1886. Это ли не графический шедевр? Посмотрите, в конце концов, на Uncharted 4, на... эм... на Demon's Souls вон новый посмотреть. Ну, шикарная же графика. ПК до такого далеко. Надо это признать. И последний пункт. Уже давно все нормальные разработчики ориентируются именно на консольный рынок, который приносит сильно больше прибыли, нежели рынок убогого и загнивающего ПК, где нет ни одной нормальной игры. Ох... Да. Ничто так не губит явление, как фанаты этого явления. Фанаты есть у всего, это неплохо, но часто люди, неважно взрослые или нет, не умеют мыслить критически и принимать явление таким, какое оно есть. То есть, не придумать себе образ и уверовать в него, а понять, что да, у этого куска пластика помимо плюсов есть свои минусы, ну и что, плюсы же есть, а минусы есть и у компьютера уже. Правда? Конечно, правда. Безусловно, есть. И вот таких консольщиков, которые именно так считают, я встречал не так уж много по одной простой причине, и я расскажу по какой, но чуть позже. Сперва, думаю, будет не лишним еще раз пройтись по этим пунктам, но уже глазами без розовых, а точнее черно-белых очков фанатика. Начну с конца. О том, что рынок ориентируется на консоли, поэтому там выходит куча суперигр, в отличие от ПК, на которые все разработчики махнули рукой, и потому там одно говно. Я не буду делать вид, что хорошо разбираюсь в индустрии, но возможно вы мне поможете. Расскажите мне, кто эти неведомые все разработчики. Мне вот вспоминается только GTA 5 с их годовой задержкой и спортом. Вроде Red Dead Redemption 2 не сразу вышло. Кто-то еще, кроме Rockstar? BioWare? TD Project? Ubisoft, может быть? Или, может быть, Клей или Obsidian? Ну кто? Нет, я уверен, что несколько найдется, но мне правда любопытно, кто же именно? И еще более любопытно, почему по подавляющему меньшинству судят всю индустрию. Я вижу не только то, что современные компании во все работают на мультиплатформу, а Кодзима, поправьте мне, если я ошибаюсь, вообще отдавал предпочтение ПК, разве нет? Что, RDR 2 тот же не вышел на ПК, что ли? Ассасины новые, не знаю, Киберпанк? Что на нем не вышло-то? А, Last of Us 2. И все? Еще пара игр, а остальные вышли? Ясно. Нет никакой направленности индустрии на консоли. Она есть только в головах упропитанных элитарностью, как же часто приходится повторять это слово сонебоев и их кумиров, вроде Айтипедии и других представителей кунсткамеры. Сейчас для вас будет открытие, но производители консолей и игр к ним просто хотят заработать. Они не больны той самой элитарностью, им просто нужны деньги. Их вклад в развитие эксклюзивности это программа, которая по идее должна принести для них еще больше денег. Как и выход устаревших уже игр вроде Хорайзена на ПК, тоже ради денег, а не ради искусства, и уж тем более не ради угождания своей целевой аудитории. На последние они вообще всегда плевали, но это тема для отдельного разговора. Далее без пунктов просто потоком. Удобство использования. Ты включил консоль и играешь. Я не вижу никаких сложностей с проделыванием того же самого на компьютере. Вот серьезно. Для обладателя геймпада даже бигпикчер в стиме придумали. Можно, кстати, упрекнуть ПК в том, что многовато лаунчеров развелось. Но с другой стороны, можно заявить, что это результат заинтересованности платформы со стороны компаний, а главное, развитие конкуренции, которая не существует на плойках. А отсутствие конкуренции непременно ведет к стагнации и загниванию. Особенно с таким комьюнити. То, что ты можешь расположиться на удобном диване перед большим телевизором с беспроводным геймпадом и наслаждаться игрой, это вообще не аргумент, и никогда им не был. Да, хорошо, геймпад от Xbox удовольствие не дешевое. 3-3,5 тысячи рублей по старым ценам. Это немало для большинства россиян. Я вот с 2011 года сижу на родном геймпаде к Xbox 360 и не испытываю никаких проблем с комфортной игрой. Да, проводной, но провод 3 метра. У меня и жилплощадь, это столько просто нет свободной. И ни у кого нет, за редким исключением. Я сильно сомневаюсь, что реальная элита из просторных пентхаусов будет бугуртить по этому поводу. Тем более, что давно уже есть беспроводной геймпад от Xbox One 3, кажется, ревизий, который нормально работает с любым компьютером на Windows. Купил дополнительно аккумуляторы и забыл, что такое разрядка в принципе. Энолуп 3 штуки, сам пользуюсь такими. Стоит тысячи, полторы, две. Все. Подключить телевизор вместо монитора тоже, знаете ли, не уникальная способность консоли. Любые видеокарты, начиная с десятых годов, если не раньше, умеют это делать. Не говоря о современных. На каких там HDMI сидели пользователи четвертой плойки? На 1.4? А теперь какой? 2.1 хотя бы, надеюсь. Про серфинг в интернете при помощи консоли это вообще гениально. Сначала мы отрежем от компьютера весь функционал, скормив это в форме тезиса о том, что это никому не нужно, а потом будем добавлять все то же самое потихоньку, потому что ну куда без этого. Но нет, мы не ПК, мы отличаемся, понимать надо. Вы представляете, каково было мое удивление, когда купив телевизор, обычный недорогой китайский телевизор фирмы Huawei с 8-битной матрицей, я обнаружил, что он в принципе умеет все то же, чем гордятся Sony Boy. Он умеет серфить интернет и на пульте это, кстати, делать так же удобнее, чем на консоли. Он умеет проигрывать YouTube, даже в 4К, кстати. До такого, говорят, смогли додуматься только на пятой плойке. Тут я не уверен, но вроде бы выяснилось, что PS4 Pro, хоть и поддерживает 4К, как бы, видео с YouTube в нем не воспроизводят в этом качестве. Да что уж там телевизор, большинство людей, ну или просто немало их количества, смотрят YouTube с мобильных устройств и поэтому гордиться этой возможностью, возможностью которой есть чуть ли не у любой электроники, это маразм. Но им сказали гордиться, они гордятся. Пункт про возню с драйверами выставляет консола Бояр как недалеких людей. Любой, кто с компьютером не на вы, умеет устанавливать драйвера. Процесс их поиска и установки на современном железе уже давно сделан удобно, а обновляется многое автоматически. Та же Nvidia никогда не забывает упрекнуть меня в том, что ты не обновил драйвер, мразь, ну-ка обнови. Ну, даже если ты не всеведущ в установке и в обновлении драйверов, это, конечно же, не делает тебя глупым или ущербным. Ты всегда можешь найти руководство к действию на том же YouTube или в других источниках. Тут обычно любят возражать тем, что приходится мучиться с установкой BIOS и прочими ошибками. Иногда такое случается, да. Вот верите, нет, я за компьютером уже больше полутора десятков лет и ни разу мне не пришлось перепрошивать BIOS. Сдается мне, это не такая уж частая проблема, какой ее рисует. Ну, или просто мне везло, не знаю. Что до ошибок, они случаются, да. Синие экраны, ну, бывает. Но только пользователи ПК в этом случае могут спросить советы на форумах и что-то с этим сделать. А консольщикам, причем любым, ничего не остается, кроме как танцевать с бубном, боясь лишиться гарантии, либо тащить приставку в сервисный центр и молиться, чтобы случай был гарантийным. Потому что это вполне в духе Сони признать очевидный свой косяк негарантийным случаем и уповать на то, чтобы никто не поднял бучу на этот счет, как это уже случилось в PlayStation 5. Качество и эксклюзивность игр. Да, действительно, есть ряд очень достойных эксклюзивных игр. Я не щупал их все, но очень многие от них в восторге. Давайте примем мнение большинства за правду. Пусть так. Last of Us, Uncharted, God of War, про которые я уже рассказывал. Действительно отличные вещи, кстати. Но вы замечали когда-нибудь, что когда речь заходит об эксклюзивах, называются одни и те же игры, раз за разом? Много ли эксклюзивов вышло за последние 7 лет, за жизненный цикл приставки? Ведь не так уж и много, как кажется. Мультиплатформы выходило гораздо больше. А сколько из них действительно они надуманно были шедеврами? Я понимаю, очень многие сейчас проходят игры на ютубе, на стримах блогеров, это видно из того, что мне пишут как минимум. Но это не совсем свой опыт. Это как вот кооператив. В кооперативе любая дрянь будет интересной за счет как раз таки кооперации. Даже просто снежками перекидываться с другом уже будет интересно. То же самое и здесь. Судить по игре даже по обзору, это уже не совсем верный вывод. И в идеале было бы хорошо пройти ее все-таки самому, за редкими исключениями, типа вопиющих случаев, на вроде той же Андромеды или Антам. А тут получается мнение складывается не из личного опыта, а от того, что ты смотришь на то, как это делает другой. Притом я постоянно слышу в свой адрес слова, хорошо убедил, я поиграю в это. Неважно во что. То есть не от зависия об игре хорошо, человек бы просто к ней не притронулся, а то и вовсе даже не узнал бы о ней. А ведь я тоже отталкиваюсь от своих вкусов, а не транслирую некую объективность в массы. Я к чему веду? Вы точно уверены, что то, на что молятся фанаты, окажется настолько вот интересным? Напрасно. По опыту скажу, что слепая вера может преподнести вам неприятный сюрприз. Да, Demon's Souls? Но хорошо, давайте примем за факт предположение, что подавляющее большинство таких вот эксклюзивов шедевральны. Хотя это уже большое допущение, но пусть. И вот они выходят согласно статусу только на PlayStation. Тут Sony Boy обычно любит кричать, мол, а какие у вас ПК-шников эксклюзивы? У вас ПК-шников, попрошу заметить, это у любых людей, кто не согласен с их сектантским мышлением. Вне зависимости от того, есть ли у них игровые компьютеры или нет вообще, есть у них даже консоли или нет. Может, они тоже консольки, кстати. Такое постоянно бывает. Они и друг с другом вполне срутся. И как бы этот аргумент у них коронный. Только загвоздка тут в том, что ПК-гейминг не строит культ вокруг эксклюзивности, в отличие от Sony. Никто не делает вид, что у нас полно эксклюзивов, потому что это не так. Хотя они есть. Повторюсь, рынок сейчас нацелен на мультиплатформу, потому что так ненавистная, любимая нами абстрактная, жирная, капиталистическая свинья очень любит деньги. Еще раз повторю. Именно поэтому выходит мультиплатформа. Именно поэтому так обожаемые Sony Boy'ми эксклюзивы выходят потом на ПК, поджигая их задницы. Как видите, ради денег на эксклюзивность можно и наплевать. Так что и этот аргумент несостоятельный. Но если уж так хотите, эксклюзива, пожалуйста, StarCraft. Цивилизация 5, которую многие считают лучше 6-й. Я, как человек, который не ждет выхода игра, просто берет, что нравится и играет, могу еще добавить Arx Fatalis, Гномы, Которые и прочие ретро-игры-реликты, с которыми у Sony полная параллельность. То есть они вообще не пересекаются. У них даже обратной совместимости не было до выхода PlayStation 5. Так что хочешь поиграть в старенький МГС? Купи третью плойку. Потому что запускать эмулятор в игре. Спасибо. Да. На ПК с ретро-играми проблем нет. Скажете, старье? Да, старье. Но справедливости ради, консольщики тоже любят хвастаться своими God of War'ами. А первый, между прочим, ровесник второго Котора. На секундочку. Кстати, насчет второго Котора. Попробуйте установить на игру любительский патч. Или мод. Сколько радостей было у фанатов Skyrim'а, когда моды стали доступны и на консолях, пусть даже не все. Угу. С подключением вас. Но это и так, к слову. По поводу высокого порога качества. Очень спорный вопрос. Наслушавшись сказок о великолепной оптимизации, просто-таки волшебной, я, как дурак, в это поверил. И был немного, скажем так, удивлен, когда Last Guardian стал не просто подтормаживать, а безбожно проседать. Причем, не время от времени, а числе не половину игры. И ведь тут даже молитва о том, как твой говнокомп не выводит, не прочитать. Потому что это не говноком, да. XCOM 2 на консолях, кстати, на старте тоже тормозил. Я уж не говорю о неиграбельном на обычной четвертой плойке киберпанке, который из PS Store даже убрали в итоге. Хотя она тоже прошла ценз. Но случай с киберпанком это вообще отдельная история, это можно списать на доверие, которое проекты не оправдали. Ладно. Но на самом деле найдется море игр, где вполне себе видны просадки. Я не заядлый игрок в эксклюзивы, но думаю, зрители расскажут о своем опыте, да? Расскажете ведь? Не только же про мои кривые руки слушать, правда? Подтягивайтесь. И все это на фоне того, что творится с картинкой. Глядя на тормоза плойки, я удивился не только отсутствию волшебной оптимизации как таковой, я удивился скорее даже тому, что тут оказывается есть чему тормозить. Давайте будем честны, графические стандарты и консоль это два разных полюса. И в этом нет совершенно ничего постыдного. PlayStation 4 была напичкана железом, которая уделывалась барахлом производства 2007 года. Просто посмотрите YouTube того же столкаша, он все это проверил и показал. И помимо него многие другие блогеры делали открытые и прозрачные тесты. PlayStation 4 Pro была по процессорным мощностям за вычетом пары винтифлюшек сравнима с процессором 2012 года выпуска. С остальной начинкой дела обстояли не сильно лучше, и конечно же ждать от такой сборки великолепной графики глупо. Это среднячок, тем более застрявший во времени. Да, этот фактор бич консоли, и из-за него консоли это бич игровой индустрии. Они тормозят прогресс. Разработчики придумывают новую технологию и готовы включить ее в игру. Современное железо, которое пусть еще не все пока могут себе позволить, но все же кто-то точно может, оно уже способно воспроизводить эту самую технологию. Или же пока еще не способно, но очень скоро в перспективе через пару, допустим, лет станет способно. Но нет, эту технологию не включат в игру, потому что консоль мало того, что со старта слаба и ее не потянет в принципе, так еще и ее обновить эту самую консоль нельзя, разве что дождаться выхода про-версии, которая еще не факт, что будет достойным продуктом. Мало того, разработчики еще и даунгрейд проведут, как это было с тем же Ведьмаком, чтобы, не дай бог, игра не начала тормозить на слабейшей из выбранных платформ. И еще запретит об этом упоминать, мол, они это делают ради слабых ПК. Ага. А ютуберам, которые говорят обратно, и будут кидать предупреждения, как я слышал. В итоге, целая индустрия по 7 лет топчется на месте. И только сравнительно недавно выходящие мультиплатформы начали дополняться для ПК с загружаемым контентом в виде 4К текстур, например. Потому что на консолях нет родного 4К, только динамическое. Тот же RDR2 вышел на ПК с опозданием на радость с унибоем, но они как-то стыдливо обошли то, насколько графически крутым он стал по сравнению с консольной версией. Зато довольно часто от них я слышал тезис, что мол в игре какие-то ползунки, еще что-то настраивать надо, еще не факт, что тормозить не будет, а у нас вот включила играй. Да, представьте себе, на ПК можно настраивать. Это на консолях нет выбора. Одна графика на все, и тоже не факт, что просадок не будет. Я слышал в RDR2, они там кстати тоже есть. Я прав, ребят? Да, а на ПК есть вариативность. Ты купил ведро на распродаже? Ставь минималки, будет тебе консоль. Ну, разве что, похуже чуть-чуть. Купил бога машину прямо на марте у техно-жрецов заказал, и ради него они разобрали имперский титан. Ставь на ультра в 4К, и никакая консоль, даже PlayStation 5 ничего не сможет противопоставить. Вообще. Но одного у консолей не отнять. Они отлично умеют выжимать из картинки максимум. Они отлично умеют выезжать на изобретательности, вертясь как ужин на сковороде в рамках древнего металлолома. И часто они выезжают также на дизайне. Так как дизайн превыше графики, многие отождествляют эти понятия, а это ошибка. Красивые или эксклюзивы? Безусловно. Из тех, что я видел, они безумно красивые. Но технологически они хороши? Да нет, конечно. И я вернусь к той мысли, что в этом нет ничего постыдного. Какая разница, квадратные или круглые тарелки в Last of Us? Какая разница, что в том же ордере полоски по краям экрана это не только для эффекта кино, но еще и для того, чтобы уменьшить разрешение, визуально улучшив качество. А по факту там даже не 720p. Мне никакой разницы. Она что, от этого станет менее крутой что ли? Нет. Но почему бы не принять этот факт? Вот как я сейчас. Черта лысого, Sony Boy будут с пены у рта доказывать тебе, что графика там замечательная и никакие игры на ПК так не смогут. Хотя сможет любая Инди на самом-то деле из гринлайта. Когда слабое железо у консоли это не беда. Беда это когда ее фанаты начинают позиционировать это ведро шестеренками как технологический бум. А именно это повсеместно и происходит. Сравнение плойки например с деревянной палкой приравнивается церковью свидетеля айтипедии к смертному греху и сказавшей это предается анафеме. Самый настоящий. Проверьте если хотите. Доступность консоли это тоже миф. Точнее не сам факт ее доступности хотя теперь и это тоже да. А доступность по сравнению с ПК. Бытует миф что за те же деньги собрать ПК равный по мощности консоли невозможно. Этот миф благополучно развеяли уже не один десяток ютуберов собрав из железа 2007 года если не ошибаюсь сборку превосходящей по мощности PlayStation 4 и стоит она ровно тех же денег. Я не знаю может кто-то просто собирать не умеет. Тут нечего стыдиться я вот не умею. И я спрашивал совета когда собирал компьютер а не пошел в Альдорадо условно и не купил там компьютер по цене консоли не принес домой и не выяснил на показ что это оказывается дрянь. Вот уж неожиданность да. Но это ладно. Скажите а вот вы рассказываете как хорошо играть сидя с другом на диване у большого телевизора. Вот большой телевизор он уходит в стоимость консоли? Что нет да его отдельно покупать надо? Интересно. Доступность как-то уже меняет свою форму да. И нет телевизор хороший телевизор есть не у всех. У большинства есть монитор но это же не канает верно. Покупать телевизор лучше сразу хороший потому что не каждый может себе позволить даже раз в 7 лет вместе с приставкой менять еще и телевизор. Учитывая сегодняшние реалии брать нужно сразу 4К потому что хоть немалое количество фанатов консолей вплоть до 2015 мать вашу года рассказывали нам что как бы Full HD не нужен что 720p это нормально в 2015 году да. А в 2005 мне рассказывали что 800 на 600 это как бы тоже норма и нафиг этот ваш 720p не нужен. Вот даже несмотря на это тормознутые консоли теперь тоже перешли к нему к 4К и угадайте как этот безусловный прогресс встретили фанатики как прогресс ух с большой буквы серьезно да глядишь скорые до стабильных 60 fps дойдут да хотя конечно кому нужны эти 60 fps как вот мне говорят постоянно да 30 вполне достаточно ваш глаз больше не увидит особенно через розовые очки вот большой телевизор короче 4К это даже не 10 битной матрицей выйдет тысяч в 40 если не больше что уже превышает стоимость консоли хотя когда я посмел посмел ругать horizon за непроглядную темноту на миссиях мне сказали что это просто мой монитор дрянь и нужен нормальный с 10 биткой а это уже от 60 тысяч на момент тех лет это 2 года назад далее вы с другом одним геймпаном собираетесь играть нет второй нужен ну так а что он в комплекте идет я правда не знаю я просто слышал что нет докупайте что сколько 5 тысяч чтоб я сдох а вон наушники там худюшники всякие там зарядки подставки вот это вот все тоже брать будете да тогда с вас еще пятнарик и это как бы норма очень бюджетник что сказать но в принципе и без этого барахла играть можно да однако не принимать во внимание стоимости этого тоже нельзя ну хорошо вы с другом играете не на одном диване а по сети вы подписочку на плейстейшн плюс оплатили надеюсь да потому что без нее сетевая игра будет недоступна я был в шоке серьезно когда узнал что это не шутка я реально думаю что это шутка чтобы играть по сети мне платящему за интернет надо еще платить за подписку это же просто гениально прибавьте к этому еще и отсутствие региональных цен благодаря чему игры стоят как не ведь что хотя этот аргумент с годами сильно ослаб из-за бесконечных обвалов курса рубля игры в стиме стоят уже почти столько же не все конечно но и немало хотя исключений все равно полно ведьмак продавался за 600 рублей на старте ори 2 за 450 это вообще копейки однако когда-то это был сильный аргумент на который консольщики как обычно фыркали и рассказывали про подписку плейстейшн плюс за которые дарят по 1-2 игре в месяц правда если подписку не продлить ты в них не поиграешь то есть как бы они твои а как бы и не очень распродажи и прочее это все понятно но это не прерогатива консолей они и в стиме тоже есть и в оригине и в других тоже сервисах боюсь даже упоминать про сезонные скидки в том же хотя бы стиме где шедевры годовой или двухлетней более давности можно купить за 500 или 800 рублей ну и еще вот этот вот вторичный рынок знаете да перепродажа дисков да гордиться тем что у вас нет пиратства и самим же заниматься легализованным пиратством или что для вас секрет что разработчикам не выгодно чтобы одну и ту же игру покупали не у них а у какого-нибудь забулдыги потому что ему эта игра надоела это вот знаете когда я выбирал какую плейстейшн 5 купить с дисководом или без я читал статьи и они все советовали с дисководом и угадайте какой единственный аргумент к покупке с дисководом был да верно вторичный рынок мол можно будет продать потом эти игры и при том разница между той и этой версии лишь в наличии дисковода и простым математическим методом мы выясняем что у плейстейшн 5 дисковод бриллиантовый так как стоит он 9000 сука рублей очень бюджетненько мне этими дисками голову задурили и я очень сожалею теперь что у меня игры сейчас на четвертую плойку на дисках мне бы в голову не пришло барыжить ими а каждый раз вставлять их и вынимать очень неудобно век цифровой дистрибьюции барыжить дисками и гордиться этим вот это я понимаю достижение и они ведь всерьез используют это как аргумент я не знаю может это я такой уникальный что смотрю на все на это как на балаган кстати возвращаясь к теме доступности а как там с доступностью пятый плейстейшн сколько уже обычных игроков не блогеров купили ее пара тысяч человек хотя бы есть а то магазинам сначала запретили публиковать статистические данные а потом те вдруг резко всплыли хотя по ощущениям 49 процентов консолей достались блогерам на халяву для обзоров еще 49 перекупщикам а оставшиеся 2 процента тем нескольким счастливчикам в итоге прошло уже сколько больше пяти месяцев почти полгода а игроков все кормят завтраками обещая что вот скоро все все получат при том консоли уже успела подорожать на 2000 официально такими темпами она когда появится в общем доступе реально будет стоить как у перекупщиков это будет эпично согласитесь и это на фоне развивающихся финансовых скандалов о бракованных партиях впрочем про playstation 5 вообще нужно рассказывать отдельно это просто апофеоз наплевательского отношения сони к покупателям рехнуться можно ну и завершая тему доступности сейчас вовсю обороты набирает облачный гейминг я не знаю насколько перспективно это направление но вполне возможно что очень скоро элитность консолей уйдет в небытие и не придется покупать эту коробку чтобы поиграть в один единственный эксклюзив интересующий конкретно тебя проще будет заплатить немножко и поиграть через облако и как тогда из предыдущего пункта неведомым образом вытекало то что консоль для элит так и по факту получается что консоль-то действительно для элит это надо иметь просто нечеловеческое везение чтобы купить сейчас консоль нового поколения независимо от наличия предзаказа это еще никого не спасло многие до сих пор ждут несмотря на все обещания 5 месяцев сука либо же купить в 3 дорогого перекупщика в которой даже не стесняется хвалиться своим софтом для перекупа мол ну кто успел тот и съел смотрите как мы умеем и это все при полном попустительстве самой сони и подыгрывании им различными дистрибьюторами затем получить ее не быть ограбленным по пути домой благо в россии я таких случаях не слышал и не влететь на бабки с возможным браком согласен такое стечение обстоятельств только для элиты ну и конечно же божественный геймпад безусловно в некоторых играх он удобнее но только вот совершенно точно не во всех сейчас стараются адаптировать игры именно так чтобы ими можно было управлять с геймпада и из-за этого откровенно говоря страдает функционал на одни и те же кнопки и их сочетания навешивают целую прорву функций черт ногу сломит не говоря уж о том что с геймпада не так удобно целиться как с мыши отрицать это будет только совсем умалишенной конечно же можно привыкнуть целиться с геймпада и приноровиться но привыкнуть можно и к члену в заднице это не аргумент чтобы его туда помещать согласитесь девушке молчать если разницы нет никакой зачем же тогда добавили автоприцеливание ничего что это узаконенный чит нет ничего вам можно да ну ладно и все эти баллады о невероятной вибрации и прочем не впечатляют стики действительно удобны в плане регулировки скорости движения но думаю и это однажды добавят функционал клавиатур заимствование же в конце концов продают же специальные клавиатуры для консолей почему и нет насчет взлома данных ну тут полное взаиморастворение что данные PS Store взламывали и базы утекали в сеть что разумеется ПКшное что там еще отсутствие читеров ну вообще они есть да но их меньше в силу ограниченности функционала консоли да это безусловный плюс тут нечего заразить как видите все аргументы превосходства быстро разбиваются о логические доводы да и в принципе зачем они нужны если так посмотреть и консоли ПК имеют ряд преимуществ да и просто не стоит забывать что кому-то эти самые консоли банально удобнее кому-то неохота скажем заморачиваться со сборками да и возможно компьютер нужен только для работы а тут как раз есть аппарат исключительно для игр да графика там не акти какая но на самом деле отъявленных графодрочеров по миру не так уж и много безусловно графика двигает процесс игровой индустрии именно она в первую очередь и уже под нее по технологии меняются геймплейные стандарты но сама по себе графика не сделала еще ни одну игру интересной ее дело таковое оформление то есть аудиовизуальное наполнение и визуальном плане это в первую очередь дизайн и конечно же атмосфера и геймплей люди спокойно играют в старые игры с откровенно устаревшей графикой и не жужжат с консолями по сути та же история мне сто раз плевать что текстурки и разрешения в том же God of War далеки от тех что я привык за жирные годы бога машины и чё мне это то что игра станет меньше нравится нет но принять жизнь такой какая она есть развлечения не для всех нет надо же как-то себя возвысить над остальными а как же логика которая разбивается волной аргументов в пользу превосходства консолей а логика по боку есть кое-что покруче логики вера непоколебимая вера в это самое превосходство и тут мы подходим именно к сути вопроса Суни Бои это самая настоящая секта не верите смотрите существуют следующие 10 признаков секты маркетинг оно же распространение учения иерархия и двойное учение взносы непогрешимость лидера подавление рационального сознания книги и собрания противопоставление миру активность обособление от внешнего мира и опознавательные символы разумеется культ Суни Бои подходит не под все эти пункты тем более полноценно но нужно понимать что эта секта социальная а не религиозная хотя вера там ну самая настоящая прямо как в настоящего бога смотрите сами в ней есть свой бог это Суни как фирма и как приставка единая в двух лицах есть свои апостолы распространяющие учения тот же Айтипедия великовозрастный дурак вещающий на мультимиллионную аудиторию притом достаточно нетребовательную готовую внемлить каждому слову и не он один такой просто он самый заметный и эти апостолы как и вера в Суни они непогрешимы попробуйте только вякнуть что-то в их сторону с радостью обольют желчью могли бы убить убили бы уверяю но они не могут пока что интернет такой функции пользователям не предоставил это к слову о непогрешимости лидера это самое Сони уж сколько раз как и Эппл издевалась над своей аудиторией но люди плакали и жрали кактус нараспев его расхваливая Сони Бои никогда не признают ни одного косяка за их любимым брендом потому что он непогрешим тот самый маркетинг то бишь распространение происходит в первую очередь через таких вот людей и их более популярных коллег-апостолов несущих слово последнее не имя собственное а де и причастие кажется в ахофаге молчать но и адепты рангом пониже то есть не имеющие большого влияния тоже любят зайти мягко говоря куда-нибудь и оставить там свой след из этого вытекают еще два пункта признака секты во-первых та самая иерархия да она тут вполне условно но могу сказать что люди в принципе склонны творить себе кумиров и верить им на слово ютуберы как раз подходят под это описание вполне особенно популярные у большинства из них аудитория увы такая что поверят любой чуши лишь бы эта чушь была им удобна и укладывалась в их видение жизни и во-вторых это та самая деятельность вообще я давно заметил что для немалого количества людей испражнения в интернете это хобби и даже не больше не меньше стиль жизни кто-то свободное от работы время кто-то даже вместо работы все это свободное время отдает на то чтобы доказывать в интернете что все вокруг говно а они дартаньяны они называют это по-разному нести правду в массы троллить ловить лолзы есть много красивых слов и фраз которыми они прикрываются правда в том что люди живут скандалами ради скандалов позитивная повестка дня и жизни отсутствует как вид поэтому жизнь такая очень гнетущая и поэтому любая попытка указать на это будет встречена в штыки подвид сонебоев тут отличается от основной массы только объектом преклонения и темой для срачей зайди в любой паблик посвященный консолям в любое сообщество и просто удивись кипящему чану с дерьмом громко бурлящим и помешиваем довольным руководителем спокойствие это не про них аргументы без оскорблений обвинений проклятий тоже не про них двойное учение и подавление рационального сознания у них проявляется как раз в том что рациональные доводы игнорируются напрочь необходимость покупки монитора для компьютера для них довод к тому что консоль сильно дешевле этого самого компудактора поэтому лучше аргументы необходимости покупки телевизора еще более дорогого аппарата напрочь игнорируются когда воровали базы данных какого-нибудь условного стима пкшники соснули когда воровали данные совсем не условного пиестора ну бывает чё и так везде и во всем двойные стандарты на двойных стандартах про противопоставление миру и говорить не надо на каждом шагу от них слышно об их избранности и элитарности взносы ну посмотрите сколько все это стоит я понимаю все стоит денег но всему же есть свой предел гарнитура к примеру та еще бездонная чаша для ваших кошельков книг вроде бы нет пока что я таких не встречал хотя не удивлюсь если они есть а вот собрания по интересам опять же есть те же самые многочисленные сообщества за опознавательные символы с натяжкой опять же сойдут логотипы у них кстати и молитвы есть например выкинь монитор в окно или у тебя ком говно или пкшники соснули они читаются в любой ситуации где присутствует критика детища сони и где не присутствует вообще в любой поэтому нет детишки это не просто группа шизанутых это самый настоящий культ социальная секта и как и любого сектанта сони боя очень трудно в чем-то переубедить вы думаете они сейчас прислушиваются к моим словам нет они ищут в голове решения как бы меня побольнее ужалить унизить на публику разоблачить меня растоптать раздавить давайте же поможем и дадим им данные которыми они сотрут меня в порошок и так я верующий то есть верунда по ихнему потом у меня все еще нет PS5 значит я завидую и еще еще мне понравился мультсериал про Рапунцель два раза пересматривал действуйте а я пока расскажу свою увлекательную историю знакомства с этим культом поведаю о личном опыте при том заметьте опыте ютубера это важно отметить все же просто игроки сталкиваются с этим явлением немножко иначе и тут по идее вы уже должны к этому времени спросить а почему именно сони бой где нинтендо бой где майкрософт бой майкрософт герла я вас спрашиваю а их нет никакая другая консоль не породила настолько упоротого явления кроме сони все дело в политике он когда пытаешься себя выставлять элитной приставкой для элитных же элит получаешь культ ктулху под боком глядя на который иной потенциальный игрок перекрестится и пойдет лучше купить что-нибудь другое но не плейстейшн дело видите ли в том что со временем те же майкрософт взяли курс на мультиплатформу и сейчас по факту являются добротной и качественной консолью той самой альтернативой компудактору только без эксклюзивов свитч так и не сделала но от него не слышно тон выпендрежей посягательства названия элитной консоли в отличии от сони прейстейшн а теперь разрешите представиться консоли хейтер да не удивляйтесь этот ярлык на меня повесили сектанты позже поймете почему ладно забегая вперед скажу те кто не с нами тот против нас дело в том что я с современными консолями не был знаком от слова никак вплоть до 19 года поэтому я не высказывался в их сторону вообще первым моим эксклюзивом стал год оф вор который по моей системе ценностей гениален мне очень повезло что я начал знакомство с такой игры кроме того я попробовал анрейвел на ps4 джоурни тоже на ps4 потому что есть уже пк версия и еще несколько проектов вроде хорайзона и получилось забавно я сделал обзор на год оф вор где я по невнимательности назвал в тексте отрея артеем это там персонаж такой важный и так его весь обзор и называл в общем то это серьезное упущение с моей стороны конечно же оно было замечено зрителями но помимо отдельных личностей не вызвало жесткого осуждения чему я конечно же был рад безусловно перепутанные ими никак не повлияло на оценочные суждения но помнишь что меня и за меньший косяк готовы были на вилы поднять я так знаете смущенно выдохнул и еще подумал тогда неужели я был прав и это действительно все байки об упоротых консольщиках потому что ни там ни до того когда речь заходила о консолях в ролике 2018 года про ремастер Dark Souls почти не было посягательства на то что консоли для избранных встречались конечно упоротые но было бы странно если бы их не было совсем увы недолго музыка играла недолго фраер танцевал угораздило меня поиграть в Horizon Zero Dawn и высказать свое мнение если интересно можете его посмотреть сами но если вкратце в принципе неплохо но тут не то что не 10 из 10 как и прочие тут среднячок по всем параметрам с кучей косяков и недоделок играть можно играть интересно есть пара гениальных реально моментов о потраченном времени не жалею но из ни о чем восторга тут испытывать повода не вижу никакого надеюсь в продолжении это исправят что тут началось я сейчас даже жалею что поудалял большинство комментариев с подобным содержанием с оскорбительным с мерзким таким вот с гноем прям конечно неприятно было такое читать но возможно стоило бы оставить это как памятник сони боем у каждого блогера затрагивающего игровую тему должен быть такой свой монумент так вот то был мой даже сейчас если захотите можете пройтись по комментариям и полюбоваться аргументацией вы меня знаете я не стесняюсь высказывать непопулярные точки зрения у меня на канале есть ролики про религию и про политику и там меня разумеется оскорбляют поливают грязью хамят насмехаются в общем классический ютуб что тут сказать но оно и понятно остросоциальные темы так вот не под одним роликом да что ж там под всеми роликами на темы политики и религии вместе взятыми меня так не оскорбляли и не поливали гноем никогда еще за всю историю канала я не получал такую лавину ненависти и презрения если убрать оскорбление мат пожелание сдохнуть и прочее то от комментариев почти ничего не останется это даже сейчас не шутка была но все же если тут все убрать да можно выделить несколько аргументов я ничего не понял ни в чем не разобрался я криворукий я не умею играть телевизор у меня говно поэтому его нужно выкинуть и я консоли хейтер и пк боярин почему потому что маромушта вот почему что да это те самые молитвы культа сони боев какого-то конструктивного разбора от них я не дождался нет конечно они перечисляли в чем я не прав не забывая нахамить оскорбить обозвать меня моих родителей как иначе-то да но эти аргументы как по мне несостоятельные и базировались лишь на точках зрения это как доказывать что концовка Mass Effect 3 дебильная потому что нелогичная и противоречащая сама себе же и всей трилогии вот попробуй докажи это человеку которому а мне норм любые твои аргументы разобьются а его мне норм и все окажется логичным и нормальным а дальше в ход пойдет стандартная защитная реакция это просто ты плохое лицо не моешь вот то же самое было и там при том люди особенно такие часто любят кричать о правах мол каждый имеет право на собственную точку зрения обычно они говорят это когда дело касается их но попробуй ее выскажи и если она им не понравится убьют и съедят как доказать фанатику что многие игровые решения того же Храйзена были сделаны через задницу никак фанатики в отличие от фанатов в разной степени упоротости всегда упороты стабильно сильнее и вкупе с приступом элитарности смотрят на любую критику как на говно и на критику и на критика ты никогда и ни в чем их не переспоришь как голуби из той шутки про голубя интересно было то что согласных со мной было намного больше гораздо больше но та относительно небольшая кучка людей создала эффект массы забавно звучит да эффект массовости оставляя свои фекалии повсюду и создавая у меня стойкое впечатление полной упоротости консольного комьюнити к которому я сам вот недавно присоединился да я был неправ признаю но и вы меня тоже поймите видеть столько грязи в свой адрес кто бы что не говорил как бы себе пятка в грудь кто не бил это далеко не просто и конечно же в мозгу сразу рождается ответная реакция я еще раз напомню как работает ютуб если человек согласен он поставит лайк и молча уйдет максимум скажет пару слов для статистики так сказать а вот недовольный человек чье хобби ходить и поливать людей грязью пользуясь безнаказанностью и вседозвольностью в интернете он не может просто так высказать свою фигуру нет что вы он обязательно нахамит поставит сам себе лайк потом пойдет шерстить комменты и искать там таких же кретинов лайкать их комменты писать под ними свои ответы устраивать дискуссии о том какая автор сволочь лайкать эти ответы делая процесс максимально похожим на взаимную дрочку потом пойдет под другие ролики там тоже нагадит и на других каналах где хоть как-то был автор упомянут в любой группе вообще везде таким образом создается эффект массовости возникает впечатление что все консольщики такие а где же нормальные а нормальные по традиции молчат поэтому количество лайков превышает количество дизлайков а количество гневных комментариев по ощущениям зашкаливает все равно поняли систему поэтому я в который раз призываю вас не молчать граждане вы не представляете как я был рад когда под роликом о Demon's Souls массово начали отмечаться именно нормальные консольщики кто-то оспаривал мои тезисы кто-то соглашался но они делали это по-человечески на нормальном языке поэтому я действительно прошу у вас прощения если вдруг кого-то задел тезисом что 95% консольщиков упороты в щи вы буквально вернули мне веру в человечество это конечно не касается Sony Boy в котором и ролик Demon's Souls тоже разумеется не понравился да там конечно присутствовал также фактор того что на мой обзор другой блогер тоже снял обзор где рассказал какой я плохой отчего набег обезьян на пальму стал заметно сильнее но по большому счету ничего не изменилось аргументы те же я не разобрался у меня кривые руки я консоли хейтер нищеброд те же оскорбления та же грязь месяц спустя я написал пост где просил по мере возможности одолжить мне на время консоль чтобы сделать обзор одной единственной игры ремейка Demon's Souls у Sony Boy на это жопы рванули просто адски это как же так элитная консоль для элиты а он смеет ее просить просить немыслимо в их головах так уж точно потому что какой-то хрен с горы который смеет критиковать шедевральные 10-10 эксклюзива да может просто так вот взять и одолжить консоль в любое время сразу как-то корона знаете с головы спадает от такого в итоге тезис о моей просьбе в их глазах выродился в то что я ныл и требовал требовал да 50 тысяч на консоль и глядя на этот паноптикум я какое-то время секунд 5 так знаете гадал а почему тогда обзор God of War где объективно были ошибки так не разнесли почему там я не выродок которому лучше было сдохнуть в утробе матери вместе с матерью почему я там не криворукий нищеброд ведь помимо технической ошибки с именем меня по идее можно было бы точно так же притянуть за то что я незнаемая часть и бы не играл в предыдущие три игры что мне нравится это переосмысление они истинно крутые предшественники много чего можно было бы придумать они это умеют так почему же они этого не сделали ответ прост потому что Horizon и Demon's Souls я преимущественно ругал а God of War хвалил как видите Ларч просто открывается пока ты хвалишь то что нравится нам ты наш союзник но попробуй только косо взглянуть на наше достояние мы тебя порвем и съедим опыт с God of War позже повторился когда я сделал обзор на Last Guardian там я тоже совершил пару незначительных ошибок например сказал что говорят в игре на японском а оказалось что на вымышленном языке но откуда мне было знать я не знаю японский а на слух вообще на самом деле очень похоже ну и что вы думаете была там ловина грязи на меня нет потому что игру я хвалил весьма предсказуемо вы не находите а когда я таки смогу купить PlayStation 5 или вдруг мне реально кто-то одолжит на время я сделал обзор на Demon's Souls на ремейк хотите сделать ставки на реакции учитывая что основная идея прошлого ролика об игре не изменится озолотитесь ведь ребят озолотитесь такой вот у меня был личный опыт знакомства с сектой Сони Боев дальнейшее проявление интереса к этой теме открыло для меня неудивительно в общем-то картину так везде и у всех на какой форум в какую группу ВКонтакте посвященную консоли мне зайди везде только разговоры что о соснувших ПК-холопах и элитных консолобоярах с применением одних и тех же тезисов с одними и теми же словесными формами потому что они не умеют мыслить сами они просто повторяют за другими за своими кумирами если где-то критикуют эксклюзив значит там точно рекой льются оскорбления критиков от Сони Боев если где-то высоко оценивается консольный эксклюзив то там тоже слышны крики про орал и ПКшников а уж какой визг стоит на весь двор когда эти самые пресловутые эксклюзивы портируют на ПК и вот опять же какой стоит гол радости на все село когда эти порты оказываются говенами все тот же Horizon падающий нуль сразу идут аргументы какие бы вы думали верно что доедаем огрызки за элитой как будто криворукость некоторых компаний делает их победителями и конечно же в любом таком изобличающем спиче в изобилии будет пережевывание все тех же давно не актуальных аргументов в пользу консолей тех самых что мы рассмотрели ранее именно Sony Boy набегами завершает оценки на разных ресурсах своим божественным эксклюзивом куда не посмотри одни шедевры повсюду да именно от консольного культа слышно тезис что главное не пройти игру а рассказать другим что ты это сделал это пошло от Xbox 360 но актуально именно для нынешней Sony потому что завидуйте плебе я могу это себе позволить да несостоятельным у сэра я ж могу позволить себе купить пластиковый гробик я элита вообще противно если честно PlayStation мне очень понравилась приятная вещь даже музыка с главного меню классная однако даже мысль о том что меня технически уже можно причислить к таким вот Sony Boy уже заставляет глаз нервно дергаться и все это под аккомпанемент визгов о том что ПКшники в очередной бесчисленный раз соснули и хотя как правило принадлежность консольщикам или ПКшникам вопрос лишь достатка и предпочтений когда и кого это останавливало субтитры